Для нас еще это очень важно, потому что на Олимпийских фигурах все еще были командные турниры, первые вообще в истории. Это очень интересно, кстати. Командный турнир по фигурному катанию. Ну, давайте про его правила чуть попозже, в какой-нибудь паузе мы поговорим. Ну, а сейчас... Росмайнер? Росмайнер. Соединенные Штаты Америки. Может напрыгать при желании, при сложении, при... В хороших обстоятельствах, при расположении, может, очень много полученных напрыгать. Давайте посидим эту программу, чтобы прыгучий спортсмен. Ну, практически столько же, сколько сейчас у Ковтона набрал на турнире Четырех континентов. Ой, и первые неудачи в Саркове. Четырех не Сарков не получилось. Высокий, да, высокий прыжок, но, к сожалению, с ошибкой. Вот старая счетка, как будет. Нет, все, конечно, не может рассчитывать на личные баллы. А вот мы тренажили два, и двойный этот лук сделал все-таки. Собрался. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ Вудси и Тулу. Раскатался, раскатался, молодец. Правильный Вудси и правильный Тулу в каскаде. Да, необъяснимо. Скорее всего, волнение первые два срыва на прыжках. КОНЕЦ Ещё двое тройных. Да, действительно. Разогрелся. Или разозлился одной из двух. Крест на вращении Волчке был на ружьем ребре. Вращение вперёд было. Риддригер только что исполнил. Американский фигурист. А вот срыв опять не сдача. И с положения корабля для двойного акса до слона оборота. Я думаю, что это, конечно, заключительное вращение. Ну что, начало не похоже на заключительную часть абсолютно программы. Два совершенно необъяснимых срыва в первой части программы. Середина прошла более-менее нормально. В конце тоже, в общем-то, под конец были прыганы, исполнены хорошие сложные элементы. А вот этот флип, мне кажется, пошла до обустрения музыкального сопровождения. И он поспешил зайти на флип. И вот этот срыв, я думаю, что объясняется именно этим, что он просто поспешил зайти на прыжок. Ну, прыгучий фигурист, я говорю, что вот ноги подводят волнение, переживания, желание прокататься лучше. И вот здесь, конечно, у всех выдерживает нервы. И происходят такие, они суразные и необъяснимые ошибки. Вот смотрим, Сальков. Вот первая была ошибка, да? Ну, хорошо не упал, просто получился такой неаккуратный выезд с потерей равновесия, но не до крут, конечно. Больше четверти обороты не до крут, под наклоном целая куча ошибок. А вот тройной аксель, чистый выезд и двойной пулук. Это было исполнено хорошо. Вот Луц, неплохой прыжок, тоже чистый выезд, с тройной пулук тоже. Здесь как-то почувствовал, что, наверное, посчитал, что он уже много сделал ошибок, как-то собрался, и вот эти прыжки исполнили хорошо на высоком уровне. Ну, вот томительные ожидания судейского приговора, как они сейчас оценят его ошибки, оценят его плюсы, оценят его хореографии, компоненты, и т.д. и т.п. Не сложилось, ну, что-то не сложилось, что-то сложилось. То есть потом такая перспектива спорта. Все бывает в спорте, поэтому... Он дважды на национальном уровне был третьим, и вот в этом сезон не завыгался и Бро на чемпионате в Соединенных Штатах. И однажды уже выступал на чемпионате мира два года назад, тогда он был одиннадцатым. Ну, это такое ощущение, что он примерно где-то так и финиширует в начале второго десятка сегодня. Русмайнер, который финируется в Бостоне, у Питера Йоханссона и Марка Митчелла. Йоханссон и Митчелл прям похожи друг на друга, да? Только один цвет, только один волос. Да, никак. Мы, кстати, в общем, Александр, вот видите, да, 141-66 он получает. Слушайте, немножко Павл на одну десятку. Да, Павл. Да, Павл побольше не получает. Да, Павл побольше не получает.